Стою в пробке, проходит бабушка с палочкой и просит пожертвования. Как правильно поступить? Дать деньги, если нет освященной пищи? Как правильно? Попросить повторить ее святое имя. Харея Кышна, Харея Кышна. Очень часто эти бабушки используют деньги не во благо. Да, лучше всего про сан давать, если нет, попросить повторить Харея Кышна. Если есть книжечка, книжечку дать. И в продолжение первого вопроса еще Матаджи Гульнара спрашивает про милостыню. Это для всех так? Очень много таких людей, которые просят милостыню. Поверьте, что просто дав им деньги, лакшми, то есть лакшми предназначены для другого. То есть нет необходимости кармическим джимам давать лакшми, потому что по закону кармы они получают. Если они стоят где-то, вот даже сейчас там, да, и просят пожертвования, кроме вас много преданных будет, ой, преданных джим будет, которые все им необходимое дадут, потому что параматмы обеспечивают. Нам не надо в этом участвовать, смысла нету даже. Кришна к параматму позаботится. Но они в таком состоянии падшем, вот. И вот очень хорошо, чтобы они что-то жертвовали. Вот у нас была Аферинама. А, да, вот я, Матаджа Людмила знает, видела эту женщину пожилую. Она тоже как бомжишка такая, Ярославль. Она видит преданных, она бежит их все обнимать. И она, пока не обнимет каждого, она никого не пропустит. И преданные даже не брезгуют, потому что она такая открытым сердцем душой. И вот я помню, несколько раз было случаев таких, когда она вот собирала какие-то пожертвования и приносила нам и отсыпала какую-то долю, делала какие-то пожертвования. Вот. Потому что с этого начинается даже экономическое развитие. Это яги. Человек может материальное положение свое поднять, повысить, если он будет что-то жертвовать. Поэтому они не могут, конечно, они просят стоять, но мы можем дать только святое имя, просад и книги Шевракхи Пады. Больше не надо. Это больше стоит, чем ваши копеечки, которые они на сигареты потратят, или на вино, на водку, еще на что-то. Или отдадут тем, кто их подставил. Вот, понимаете. Кто их эксплуатирует сейчас. А еще один вопросик тоже в эту тему появился. Марина Бычкова. Скажите, пожалуйста, сбор лакшми на медикаменты в госпиталь, это нормально? Это вот вы имеете в виду это кармические ситуации или преданы? Кармические, наверное, да? Вот сейчас собирают очень много. Да, сейчас очень много преданных в интернете везде. У кого-то раб, у ребенка, у мужа, у какого-то семьи обращаются. Вот. Я могу рассказать один случай из личного опыта, когда у моей сестры в Боге преданной случилось, что родилась внучка, и у нее уже была вот этот опухоль мозга, или как там называется, раб мозга. Вот. И она естественно очень сильно беспокоилась. Она очень много потратила денег, чтобы какую-то операцию сделать в Германии. Она также делала объявление. Вот. Но я попытался ей тогда, помню, сказать, что ты знаешь, молитва должна может быть это более сильная помощь, потому что возможно лучше ей, поскольку она сейчас попала в семью преданных, поскорее быстренько получить милость, успеть, это как переход, знаете, от преданных милость, попросить преданных, вот как мы сейчас молимся, да, сделать все возможное, что мы можем сделать, более утоляющие какие-то, что-то такое, и надо возможность дать просто уйти. Нету смысла бороться, она сказала, но мы же должны все сделать, что в наших силах, да, а вы считаете, что вот это не все, что в наших силах, когда мы к Бога подключаем, они свои силы используют, потому что возможно это привязанность просто, и она вряд ли может быть даже такой благоприятной, полезной, как милость Бога, но для женщин, конечно, это звучало немножко сурово, она на меня посмотрела строго, так с невдовольствием, как бы дала понять, что ты не понимаешь этих чувств, но я хотя понимал эти чувства, потом, ну, много чего она миллионов вложила там, собирала деньги и отправила в Германию ночью. Вот когда она вернулась с Германии, вроде как бы легче было, но она сказала бабушка, вы можете меня больше не мучить, так устала, я хочу просто отдохнуть, потому что это невозможно. И она оставила тело, потрачены миллионы денег, чтобы помочь ребенка, больного, и дать ему снова рождение в материальном мире из-за своих привязанностей. То есть философия знания — это огромная вещь. Знание Кришны — это знание, которое спасает окончательно каждое живое существование. Нет необходимости. Если мы знаем, преданные болеют, они служат Богу. Мы можем помогать насколько можем. Но опять же, мы хорошо знаем, что это может не решить проблемы. У нас у всех есть законный день рождения, старости и смерти. И главное, чтобы мы просто таким образом проявляли любовь Кришне к Святому Имени и своей заботы. Ну, преданные помогают, конечно, когда они болеют. Насколько это возможно. Но бывает, что часто такое происходит, что мы на миссию меньше жертвам, чем на какие-то вот эти. Хотя миссия может спасти каждого из нас. Поэтому я лично так всегда делаю. У меня мать, у нее тоже рак в груди, у нее был инсульт. Я в это время, сестра ей помогала, заботилась, все необходимо, у нее было лекарство, но я в этот момент жертвам преданно просил их молиться. Она до последнего дня своей жизни обошлась без медикаментов более утоляющих. Она спокойно ушла утро, ночью сестра даже не услышала ни стонов, ни боли, ничего. Харри, хри-кри-сно, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджарь Махима, и мы вместе занимаемся интернетом Киртана на Valberis. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберис. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг, мы хотим пригласить вас стать членом команды Интернет Санкт-Киртаны, мы поддерживаем низкую стоимость на Валберис, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз, но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберис. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом Интернет Санкт-Киртаны, и давайте распространять книги вместе. Продолжение следует...